Иблис, араб в исламе, имя Джинна, который благодаря своему усердею достиг того, что был приближен Богом и пребывал среди ангелов, но из-за своей гордыни был низвергнут с небес. После своего низвержения Иблис стал врагом людей, сбивая верующих с верного пути. Иблис имеет много других имен. Его также называют Аш-Шайтан, как главу всех злых духов, шайтанов, Адуф-Алах, враг Аллаха, или просто Аля-Адуф, враг. Для защиты от него, мусульмане часто произносят молитву, истязу, апострофу Зуби-Эль-Ляхими наш Шайтан и Эр-Раджим, прибегая к Аллаху, за помощью, против шайтана, побиваемого камнями, или последней суры Корана, например, Аль-Фалаг, Аннас, постоянный эпитет Иблиса, Ар-Раджим, побиваемый камнями, грешник или отступник, который восходит к 34 аяту суры Аль-Хиджир согласно Корану. Иблис ослушался приказа Аллаха пастниц перед сотворенным им первочеловеком, Адамом. За свое ослушание он был низвергнут с небес и обречен на адские муки, но по просьбе Иблиса Аллах отсрочил наказание до дня страшного суда. Иблис поклялся совращать и сбивать с прямого пути людей. После судного дня Иблиса все, кто послушался его, будут подвергнуты мучениям Ада. Согласно преданию, Иблис живет на земле и возглавляет злых духов, шайтанов и джиннов. Излюбленным местом его обитания являются руины, кладбища, бани и рынки. Он любит пение, танцы и стихи. Иблис заставляет людей забывать о совершении молитвы, постоянно мешает им совершать богоугодные дела. Иблис, собратил первого человека, Адама, уговорив его и его супругу ослушаться Аллаха и вкусить плодов запретного дерева. Ритуал бросания камешков во время хаджа связан с пророком Ибрахимом, который отгонял преследовавшего его Иблиса. Во времена вражды пророка Мухаммеда и Курайшитов он вдохновлял мекканцев и мединских лицемеров.